Привет, просветители! Согласитесь, всегда приятно, когда кто-то все же набирается смелости и рубит правду матку прям в лицо. Если что, я не о себе. И выводит на чистую воду виновников дистанционного обучения, вакцинации, проверок на ковид в школе, сборы личных данных. Ну, то есть учителей. Похоже, именно так рассуждало общественное движение за традиционное, очное, общедоступное образование родителей Москвы, члены которого записали обращение к учителям России. Видео стало набирать популярность в Инстаграме, а комментарии заполонили призывы. Перешлите это видео каждому учителю в своей школе! Я, конечно, уже не московский учитель, слава богу, но и мне этот ролик прислали несколько раз. Но я все же надеюсь, что с немного другой целью. Ну что ж, ныряем в теплые воды кринжатины сразу же после сообщения от спонсора этого видео. Понимать иностранный язык и свободно говорить на нем, согласитесь, немного разные вещи. А когда попадаешь в другую страну, как я в этом году на Мальдивы, осознаешь, что очень даже разные. Начиная от взаимодействия с работниками отеля и заканчивая общением с другими отдыхающими. Hello? У меня уже давно нет проблем с лексикой. Все фильмы и сериалы я смотрю исключительно в оригинале. Но вот произношение... Привет, акцент! И сам процесс коммуникации с носителями языка это другое дело. Bye! И вот когда речь заходит о языковой практике, и не с Марьей Петровной на уроке, а с иностранцем, на помощь приходит Кэмбли, сервис по практике разговорного английского. Все преподаватели Кэмбли носители языка. То есть никакого смешения французского с нижегородским. Вы сами выбираете себе репетитора, выходи... А, вот пришел любитель английского языка. Английская борзая, кстати. Вы сами выбираете себе репетитора, исходя из, во-первых, ваших целей, во-вторых, произношения преподавателя, ведь в США, Англии или Австралии говорят по-разному. И в-третьих, интересов. Согласитесь, гораздо проще общаться с человеком, с которым вас изначально что-то объединяет. В Кэмбли можно не только практиковать разговор, но и готовиться к переезду, собеседованию в иностранную фирму или международному экзамену. Для этого на платформе есть специальные курсы. Специально для вас у меня есть промокод, по которому вы сможете получить бесплатное 10-минутное занятие, чтобы оценить сервис. И если все понравится, то до конца ноября вы сможете получить скидку до 60% через надвигающиеся черные пятницы. Внимание! Для пробного занятия не надо никаких карт. Просто регистрируйтесь и вперед. А уже если понравится, тогда оформляйте подписку. Переходите по ссылке в описании, используйте мой промокод и преодолевайте свой страх перед разговорным английским. Так как сегодня в видео речь так или иначе пойдет о коронавирусе, его опасности, конечно, мнимый. Это все нагнетание истерии. Но во всяком случае, так заявляют наши сегодняшние герои в своем воззвании к нации. Да, выпустили они и такое. Обращаемся к вам, журналистам. Зачем теперь вы публикуете ложь, наполняя нашу жизнь паникой и страхом? Остановите безумие своего пера. Повернитесь к человеку лицом и найдите в себе смелость говорить и писать правду. Я, конечно, не журналист, но немного моей правды, без которой дальнейший анализ вызовет только еще больше вопросов. Я не хочу никого запугивать и уж мне точно за это не доплачивают. Мне вообще с точки зрения лояльности аудитории логичнее эту тему вообще не поднимать. Антипрививочники везде. Но о том, что ковид не равно небольшая простудка или сезонный грипп, я, к сожалению, знал на своей шкуре. В прошлом году, еще до того, как вакцина стала доступна всем, от коронавируса буквально за неделю умерла моя мама. И если вы не стояли в морге в очереди вместе с родственниками людей, попавших в такую же ситуацию, пожалуйста, делитесь своим очень важным мнением КОВИД НЕ СУЩЕСТВУЕТ где-нибудь в другом месте. И нет, моя мама не единичный случай. Даже среди моего окружения. И я не о тех, кто просто переболел. Я о тех, кто лежал в ковидном госпитале по ДВЛ. И нет, им не было за 80. И хроническими заболеваниями они тоже не страдали. Хотя, возможно, все же мне этот ролик просто правительство проплатило. У меня, что не видео, то восхваление режима. Еще один вопрос обязательно возникнет. Я сделал прививку. И да, я буду ревакцинироваться. Почему? Потому что я сторонник науки, а не подписчик Шукшиной, которая все знает о вакцине и священного писания и творении святых отцов. Или Гринблата, который в одном посте сначала рассказывает о мировом потопе 300 лет назад и о том, что Петербург основала древняя цивилизация. А уже в следующем рассуждает о врачах-врачах и вакцинах. Я не обладаю необходимой квалификацией, чтобы толкать тут речи о доказательной медицине и составе вакцин. Оставим эту честь актерам, бывшим участникам Дома-2, людям вообще без какого-либо образования. Это, кстати, особенность нашего общества. А ты кто такой? Врач, что ли? Чтобы в вакцинах в положительном ключе высказываться? Нет? Вот и молчи. А вот если ты на серьезных чах вещаешь о чипах, металлах, метках сатаны, материале абортов, то вот тут уже никакое профильное образование оказывается не нужно. Это просто люди за правду борются и мировой заговор в зародыши вскрывают. Ну, тайное правительство такое тайное, что его на чистую воду Вика Боня с Сашей Зверевой вывели. Так вот, в 21 веке простые школьники, и я сейчас даже не о старшеклассниках говорю, могут найти в открытом доступе. Открытым, понимаете? Читай не хочу. Информацию о векторных вакцинах, о том, как они появились, как действуют, почему это ее так быстро изобрели. И если взрослый человек за полтора года так и не сумел найти научную информацию, не, ну на Машу Шакшину-то подписался, то мои слова уж явно ничего не изменят. Но когда эти же люди начинают что-то требовать от учителей, мне есть что сказать. Пожалуйста, сразу же подготовьте носовые платочки, потому что сейчас вас просто снесет потоком пафоса. Ну хоть без колоколов в этом ролике обошлось. Кхм, нет. Я хочу обратиться к учителям. Скажите, пожалуйста, когда вы шли в эту профессию, вы о чем думали? Разве вы могли представить, что ваша профессия гуманная, такая любимая народом? Сразу же стоп. Если мы говорим о советском времени, то безусловно да, профессия учителя была уважаемой и почетной. Сказать же, что в последние годы педагогов безумно любят общество, максимально странно. Но в том-то и дело, что весь ролик эта дама со скорбным, а порой пугающим выражением лица будет сравнивать 21-й год и буквально 19-й. Она говорит о том, что было вплоть до пандемии. Вот до коронавируса все любили учителей, всем народом в любви признавались. Коллеги, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы же чувствовали эти потоки обожания? А пришел ковид, и тут же завяли помидоры. А белая стрекоза любви потеряла все крылышки. Профессия гуманная, такая любимая народом, и уважаемая детьми... Уважаемая детьми? Дама, а вы ролики на ютубе с издевательствами над учителями ни разу не видели? Ну, прежде чем красивыми общими фразами разбрасываться. Нет, я-то понимаю, зачем вы это делаете. По факту же ролик не на учителей, а на родителей рассчитан, которые порой не особо-то представляют, с чем педагоги сталкиваются. Наш сегодняшний героин и там подтверждение. И хочу обратиться к сердцу каждого из вас. Вспомните себя. Вспомните, о чем вы думали. Наверняка не о том, что вы будете стоять с этими градусниками, подставлять детишкам лоббик. Да, в педагогическом вузе я не мог предположить, что разразится пандемия. И вы вряд ли об этом знали. Ну, что вы там заканчивали? Срокова на приходскую. Но о том, что градусник мне на работе понадобится, я знал со школьной скамьи. Почему? А у меня мама была учителем начальных классов. И ситуации, когда родитель со спокойной совестью отправляет больного ребенка в школу, увы, не исключение из правил. Так было в 90-е, так есть и сейчас. А так как медицинский работник в наших школах отнюдь не константа, что-нибудь из серии понедельник, среда, четверг с 12 до 2. Порой мне приходилось сообщать родителям по телефону, что у их ребенка жар. Алло? Пятиклассник приходит на первый урок. Первый. Понимаете? Соплями, кашлем и краснющими глазами. Трогаю лоб. Я не давала разрешения на медицинские манипуляции с моим ребенком. Горит. Звоню маме, описываю ситуацию. Я думал, это просто ОРВИ. Возможно, откровенно болеющие дети приходили ко мне на урок максимум 1-2, ну может быть 10 раз. Нет. Больной ребенок на уроке это не что-то удивительное. Из чего вдруг сейчас что-то изменится. Наверняка вы даже не думали о том, что вы будете заставлять детей подключаться к компьютерам, для того, чтобы смотреть уроки. Подумайте о том, что туда, куда вы сейчас их всех тянете, детей, в это цифровое рабство, это ужасное место. Там нет места любви. Там нет места эмоциям, чувствам. Дети превращаются в роботов. Опять же, дистанционные уроки это не изобретение 20-го года. А ИКТ уже давно в нашей системе образования. Но, естественно, учителя не могли предположить, что подобные отдельные уроки превратятся в систему. Так и весь мир об этом не знал. Думаете, спортсмены с самого детства были уверены, что Олимпиаду перенесут? Скажите, для чего вы это делаете? Очнитесь. Вы предаете свою профессию. Скажите, а для чего это огромное количество людей перевели на удаленку? Скажите, зачем спортивные мероприятия проводили без зрителей? Наверное, потому что у нас официально объявленная в ВОЗ пандемия? И лично вы можете как угодно к этому относиться. Верить, не верить, но спрашивать почему? Потому что учителям сказали. Нет, представьте себе, Мария Ивановна не пришла 1 сентября в кабинет директора и не заявила. С завтрашнего дня я на дистанционку ухожу. Никто, никого не спрашивал. Алло, Сирена Уильямс, мы вас на следующий турнир большого шлема не пустим, если у вас прививки не будет. Вы согласны? Нет, тех же спортсменов просто поставили перед фактом. Все будет вот так. И такая же ситуация практически во всех сферах. Но мы, короче, у учителей спросим. Вы о чем там думали? Каждая мама, каждая мама, отводя ребенка в школу, уважала вас. Опять же, что за манипуляции и демагогия? Какая каждая мама? Многие родители заметили? Не все. Ведут себя максимально невоспитанно и неуважительно. Мы только на этом канале несколько ситуаций подобных разбирали. И это вполне логично. В нашем обществе, если что, я не только российском, а в принципе, многие люди относятся к другим как коричневые субстанции. Из чего это вдруг подобные товарищи именно перед учителями изменят свое поведение? Да они никого за людей не считают. Но каждая мама уважала. Автор, расскажи еще, как учителям хорошо жилось. Да, расскажи еще раз учителям, как эти же самые учителя жили припеваючи. И выбирали, выбирали мы школу даже не по месту расположению, а именно к учителю. Мы выбирали, именно к учителю шли и отдавали своих детей. И что мы получили взамен? Во-первых, это не всегда правда. Лично знаком с родителями, которые вообще не знали преподавателей своих детей. Во-вторых, я тоже не в любой магазин хожу, а там, где фрукты лучше. И в спортзал я не первый попавшийся записался, и на столку я не каждую покупаю. Кстати, игра этой недели Саграда. Обзор есть у меня в инстаграме. Да, это вполне логично выбирать для своего ребенка хорошего преподавателя, но никакого отношения к уважению и любви к учителю это не имеет. Учителя, я сейчас хочу просто призвать вас. Одумайтесь. Одумайтесь всякий раз, когда вы делаете свои ужасные нелепые рассылки по чатам. Вы сами хоть читаете их? Вы хоть посмотрите, к чему вы призываете родителей? Там вообще хоть есть место учебы? Нет, там нет места учебы. В каких конкретно рассылках? Вот прям каждое объявление против учебы. Или когда учитель доносит до вас информацию, которую он обязан озвучить. Понимаете? Обязан. Если вы думаете, что какой-нибудь Павел Викторович просто вот спит и видит, эх, сообщить бы маме и папе Коленьке и дальше очередной указ Министерства просвещения, то нет. Восторги далеко не все. И когда вас призывают в чем-то участвовать, патриотический месячник, субботник макулатуры, семейная олимпиада, это далеко не всегда инициатива учителя, но он обязан отчитаться о результатах. У вас осталась одна какая-то статистика, сбор информации, справки, посмотрите, вы все время какие-то собираете справки. Зачем они вам? Дама, а давайте прежде чем позориться на всю страну и обращаться к работникам сферы, о которой вы, очевидно, ничего не знаете, вы небольшое исследование проведете, ну, слегка информацию пособираете. Да не, бред какой-то, мешань, звук колоколов накинь. Педагоги ведь никогда не говорили, что их просто задавили отчетами. Больше, больше бумаг. Слава богу, мама нашлась. Ну, хоть глаза учителям открыла. Большое спасибо. Учитель обязан сдавать все бумажки вовремя. Если какой-то записульки не будет, то никаких стимулирующих баллов педагог не получит. А если ты работаешь в провинции, и у вас каким-то образом все же оказался этот стимулирующий фонд, ты не захочешь терять эти копейки. Потому что у тебя зарплата сплошные копейки. Ну, откуда это могут знать московские родители? И даже если захочешь, тебе никто не позволит. Потому что от тебя зависит зарплата других людей. От учителя требует отчетов зауч, от зауча директор, от директора начальники районов, от них уже министерство. Ну, а думаться мы, конечно же, призовем учителя. Ну, того, кого в первую очередь то и уволят. Вы ролик не учителям посвящаете, а Кравцову и Путину. И с такими же эмоциями покрутите пальчик у виска. Что, уже распальцовка не работает, если к президенту обращаться? Вы о чем думаете? Задайте себе вопрос, если вы прекратите это делать, что изменится? Вас что, уволят? Чего вы боитесь в конце концов? Эээ, да, а кто будет держать работника, портящего статистику всему учреждению? В современной школе важны только отчеты и баллы на ЕГЭ. Все. Ну и патриотическое воспитание с недавних пор. Директор не будет терять свою зарплату, потому что кто-то там решил против системы идти. Ему легче уволить несогласного и попросить учителя физкультуры и химию вести. А если директор защитит борцуна с отчетами, то директора точно так же попросят, а на его место поставят человека без педагогического образования. Но с курсиками! У нас же теперь сплошные эффективные менеджеры. Ну он буквально на днях начальник колонии стал директором школы. Дама в черном. А вот когда учителя уволят, его детей вы будете кормить? Ну, просто вопрос. Нет, конечно же. В какой стати? Да и к тому же всех-то не уволят. Да. А те, кто все же на улице окажется, вы под свое крылышко возьмете? Пусть все родители, распространяющие этот ролик, вернутся с удаленной работы. И пускай офис закрыт. Но вы же не цифровые рабы. В мире цифрового рабства очень страшно и неприятно. Заявят, что отказываются выполнять распоряжение начальства и посмотрят, что получится. Премию, наверное, выпишут. А, вы так поступить не можете. У вас же ипотека и детей кормить надо. Зато ролики распространять и с продавцами из-за масок скандалить. Это ок. Дама, запишите такое же обращение к работникам «Газпрома». Пусть тоже на пандемию забьют. Призовите к активности тех, у кого, скорее всего, есть накопление. Ну что, их уволят, что ли? Сначала вы прогнулись, взяв термометры в руки, сейчас вы возьмете тесты, а дальше завтра что будет? Вам надут шприцы, и вы пойдете и будете колоть наших детей? А вы не боитесь? В конце-то концов прекращайте предавать свою профессию. Вас любили и уважали миллионы людей. А сейчас могу сказать, вас очень многие ненавидят. Просто ненавидят. Вы знаете, сколько матерей сейчас хотят забрать своих детей из школ? Ну, напугали. А то мне аж школу захотелось вернуться, чтобы именно у ваших детей преподавать. Очень много. Но многие этого не делают только потому, что у них нет возможности самим на своих плечах вытянуть образование. Если бы у каждого была бы финансовая возможность, то я больше, чем уверена, что очень много матерей не повели бы больше своих детей именно к вам. А если бы у учителей была финансовая возможность забить на приказы сверху, они бы тоже много чего не делали. То есть финансовое ограничение родителей вы признаете. А вот у учителей таких проблем нет. Вместо этого вы затаскиваете детей в цифровое рабство. Каждый праздник сейчас у нас сопровождается тем, что вы предлагаете детям участвовать в каких-то электронных олимпиадах, электронных каких-то конкурсах, День учителя. Мы поздравляем учителей уже не цветами и объятиями и стихами и песнями, как это делалось раньше. Мы посылаем виртуальные букетики. 9 мая. Мы также возлагаем виртуальные букеты к виртуальному вечному огню. Учителя, вы чего учите наших детей? Причем здесь учителя? Это что, они придумали? Дамы, вы на самом деле настолько понимающие? Эй, просто притворяетесь. Хотя этот вопрос хочется задать многим ораторам этой организации. Верховный суд США в прошлом месяце как-то вы не спешили о том, что человек вакцинирован более человеком не является. Он, так как его веном изменен, а значит, он является неким продуктом, товаром. Вот такой махровый фейк распространяют наши доблестные московские родители. Проверить ложные этой информации не составляет никакого труда. Я оставлю вам ссылку в описании. Но зачем что-либо проверять? Тут же по всем ракобесным пабликом эту информацию форсят. Антипрививочники с радостью поддержат. Ролик с этим господином тоже обязательно каждому учителю разошлите. Ну, чтобы педагоги знали, кому из учеников дома научную картину мира прививают. В своем инстаграме московские родители распространяют вот такие видосики. Мы не должны это допустить. Все на борьбу. А в описании случайно статистика заболевших в России и Китае не сравнивается? При том, что в Китае миллиардное население. Тут же и высказывание, что от синдрома выученной беспомощности умерло гораздо больше людей, чем от ковида. Большое спасибо от лица каждого человека, кто потерял своих родственников от модной хвори. Позор. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик, бесплатный урок от Кембли. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.